Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада, с вами Наталья. Пятница! Вот только недавно была пятница и снова пятница. Ну, часо-то какое? 26-е. Вот уже практически и июль подошел к концу. Да, ну что тут осталось? Всего ничего. Хотя бы июль 31 день. Ну, те, кто на пятидневке, сегодня самый счастливый день перед выходными. Погода летняя, теплая. Нам пока еще жару обещают. Поэтому все прекрасно. Говорят, на следующей неделе немножечко похолодает, чуть-чуть, и опять жарко. Но все равно лето в этом году прям вот классное. Вернемся в Туровку. А, нет, сначала, сначала я хочу извиниться, что вчера не было посиделок. Но меня дома не было, мне нужно было уйти, уехать, убежать. Ну, не было времени, да. Я уже где-то ближе к девяти появилась дома. Ну, уже было поздно записывать. Думаю, ну ладно, сделаю денек перерыв. Ну, надеюсь, сегодня будет. Или в стрим выйду, или ролик запишу. Кто-нибудь одно. Да. Из двух. Ну что, вернемся в Туровку. Накануне Быкова план перевыполнила. И вчера, ну, как она обещала, очередная статья, или я сказала бы, очередной бред сумасшедший. Опять очередной шудевр. Да. Двенадцатого не буду рожать. Как обычно. Угу. Ты и Варьку рожала необычно. Да, поехала на платные роды. Как ты сказала, жила у своей, господи, подписчицы. Забыла, как называется. Подписчицы. У тебя все было прекрасно. Ну, единственное, Санек не присутствовал на родах. Угу. А теперь у нее планы, чтобы на родах еще был Гриша. И очередная песня, как я рожала и как я не рожала. Но здесь мне больше зацепила опять ее увлекательная математика. Ну, очень увлекательная математика. Я вспомнила все, что могла с ее математикой. Значит так. Она пишет, что беременная я уже 20 лет. Ты что, с каждым ребенком по два года ходила беременная? Быкова, ты когда возьмешь кулькулятор и прежде чем брякнуть, посчитаешь. С 11 детьми ты ходила около 10 лет беременная. 9 месяцев с ребенком. Посчитайте. У нее это 20. Дальше у нее была такая математика. Я больше со Сбербанком не буду никаких дел иметь. Я 30 лет была ее клиентом. Так, стоп. 30 лет ты была клиентом банка? Это что, с 8 лет? Ты знаешь, когда тебе было 8 лет, еще тогда и карточек детских не было. Опять врет. И я не удивлюсь. Она кричит, у меня стаж рабочий с 18 лет. Я работала всегда с 18 лет. Не прерывался. Да ты не работала. Ты с 18 лет, можно подумать, вот 20 лет прошло. Из них ты 10 была беременная. Ты не работала. А потом столько же можно посчитать, что был у тебя уход по ребенку еще 10 лет. Итого 20 лет у тебя не стажа. Я бы сказала, у тебя, честно, стаж был лет так 23-25. Но это у тебя стаж половой жизни. Ты что-то путаешь. Но не трудовая деятельность. Если ты там 3 месяца проработала дворником, здесь 5 месяцев проработала у нянечка в детском саду и 4 года прожила в пустыне, в пустыне вообще не считается стажем. Ты откуда ты взяла, что ты с 18 лет? Ты только 4 года жила в пустыне. В пустыне у тебя стажа не было. Ты работала, да. Потому что надо было, чтобы тебя кормили. И твоих троицу первую. Да. Но там стажа не было. Уже не 18 лет. И не 20. То есть всегда одно вранье. И вот вчерашняя статья. Опять она хочет рожать воду, как рожала она Якова. Поэтому Якова и с легкими-то проблемы. Поэтому он у тебя и дохает без конца. Потому что ты его рожала в воду. У ребенка не сразу открылись легкие. Может быть даже попала вода. Сейчас она уже не пойдет на этот эксперимент, чтобы рожать дома, в подвале, в ванной, на полу. Нет. Она уже боится. И за себя, и за ребенка. А поначалу кричала. Вот если взять ее, перемотать предыдущие статьи про роды. Она сказала, я дома рожала, что здесь такого? И все прекрасно. У нас машина была под боком. Случай, что бык меня отвез в больницу. А теперь уже нет. Теперь мы боимся. Из золотой звезды выходят золотые дети. Уже боимся. Да я думаю, ты не о детях боишься. Ты боишься о себе. Потому что последние твои двое родов, это чистка. Чистка. Да, выскабливание после родов. Не сокращается матка. У тебя уже проблемы. Начались еще с Вероникой. Не надо говорить, что это виноваты врачи. Это виновата ты. Ты и только ты. Во всем, что творится в твоей жизни, виновата только ты. Не хейтеры, не обзорщики. Только ты. И вот мне вчера опять прислали комментарии. Я над этими комментаторами, я просто уписываюсь. Что вы привязались к Коле? Что вы лезете в ее жизнь? Я лезу в ее жизнь. Вы что, больные? Она, по-моему, свою жизнь, не стесняясь, показывает на весь мир. И мы к ней лезем. Нет, я пришла к ней домой, открыла, все проверила, поснимала и вышла, рассказала. А она так тихо сидит, ее никто не знает и не видит, не слышит. Вы ей завидуете. Чему? Чему, объясните. Чему там завидовать? Внешность крокодила, лягушки, жабы. Ну, такой у нас это. Жирная блоха. Да, как Гриша сказала. Дальше что? Куча детей? Ну, извините, я родила столько, сколько смогла поднять на ноги. И у меня не было такого желания. Ну, может быть, еще одного бы я и родила, третьего и потянула бы, все вполне возможно. Но не случилось. И вы знаете, я как-то не очень-то расстраиваюсь. Ну, что дал бог, то и есть. И не хочу я вот такого табора. И дело в том, что дело не в количестве, а в качестве. Или чему я завидую? То, что ей на машину собрали. Я вас умоляю. У меня прекрасная жизнь. Я честно заработала себе пенсию. Я не сижу с протянутой рукой. Дайте. Ну, дайте. Ну, подайте. И вот это все время у нее тема. Видите? У нее уже раньше она если показывала коров, ну, и показывала. То порос, то коров, то это. То теперь-то у нее что? Два мужа. Вот в год семьи, видите, какие ценности. Два мужа. И она завидует, что она не султан и не может иметь трех мужиков. Да. Видите, какие мечты. У них там, знаете, мечты такие. Одна мечтает быть султанихой с тремя мужьями, а Гриша завидует свиньям. Да. Представляете, свиньям завидуют. Угу. Какая у них прекрасная жизнь. На воздухе. Целый день спят. Их кормят. У них бассейн. Ну, жизнь такая есть. Такая она счастливая жизнь. Она короткая. Да. Гриш, махнулся бы на свинячью жизнь, но только всего лишь 8-10 месяцев такой счастливой жизни. Ну, дальше что у нас еще? А еще у нас... Быкова. С Саньком все у них любовь-морковь. Ну, у нее совсем любовь-морковь. Да. И она у нас однолюбка, любит только одного. Вот сейчас Санюк уедет. Если уедет. Но она сказала, что на его выходные увезет. Опять реклама сало. Берите наше сало, берите. И вот она, когда пишет в телеграм-канале, и в стримах, и везде, выходит и говорит, ну, купите нашу продукцию. Она мне напоминает Елену Воробей. Ну, возьмите меня. Ну, возьмите меня. А это, ну, купите. Ну, купите. И правильно вчера написали-то, когда она сказала, что пять коров – это только прокормить ее семью. И народ сказал, говорит, ты что детей в молоке купаешь? Или сама, может, молочные ванны принимает? А правда, быковой. Представляешь, контент какой. Пускай тебе за два дня наберут молока, вы его нагреете в сыроварне. Гриша тебе натаскает в ванну, и ты будешь молочные ванны принимать. Может, тогда вы селись в прекрасный станешь. Во, контент. Мне все говорят, что вы ей предлагаете? А что я предлагаю? Я предлагаю ее кошелькам. Она там на свиней собирала. Почему-то в лежачем стриме, где клоп с блохой лежал, она просила 60 тысяч на свиней. А тут она вышла, 35 поставила. Не знаю, как ей кидают. На одну свинью ей кинули, и на половинку второй. И все, и тишина. И я вот теперь думаю. Теперь ей надо полоску менять срочно. Ей надо собирать народы. Она же сейчас загонит, как сейчас скажет. Ой, 100 тысяч надо народу. И поэтому хомякам надо не ехать в отпуск. Да. Не покупать подарки внукам. А собирать денежки Оле народа так, как она хочет рожать. Как она хочет рожать. Как она хочет рожать, так она и будет. Чтобы опять были ванная, приглушенный свет, легкая музыка, Гриша рядом. Вот она чего хочет. А вы не понимаете. У человека 30-я неделя. И тут народ начинает считать и понимает, что там от силы 28-29. А у нее уже 30. Ну, Быкова, если у тебя уже 30 недель, то рожать тебе в середине сентября. Да. Потому что 20, какого она там, 25-го она сказала, что у нее 30 недель. Ну, как раз вот получается где-то в конце сентября. Ну, посмотрим. Она же ведь не донашивает детей. Они у нее рождаются 37 недель, но с весом 3 с хером. Я бы сказала. Недоношенный ребенок. Мы теперь видим последствия этого недоношенного ребенка. Вара-вара. Я вот вчера в телеграм-канале выставляла двойняшек. Двойняшек. Мои напарницы. Вот им в марте был год. Она мне прислала видео. Там дети в 11 месяцев пошли. Это двойня. Это не один ребенок. Это как мама занималась с детьми. Она не пропустила ни одного массажа. Она выполняла все, как положено. Дети. За ними занималась. У них и взгляд-то другой. Вот годовалые два ребенка. Вышли и пошли. Когда им шарик и вот этот годик циферку надули. У них взгляд совсем другой. С Варварой не сравнить. И для чего? Вот последствия, как ты говоришь, недоношенного ребенка. Да. Ну, зато закормленного. Ну, ладно. Вот эти новости были вчера. Посмотрим, какие новости будут сегодня. Она может сегодня не выйти. У нее сборы в Москву. И отвезти Сашу на работу. Чтобы Саша заработал денег ей на платные роды. Это что такое? Один муж работает, другой муж дома хозяйства содержит. Хорошо устроилась в обещи. Замечательно. А она занимается своим любимым делом. Рожает детей. И просит денег. Молодец. Не, не завидую. Ну, может считать, что завидую. Скажите, да. Завидую. Прям даже кушать не могу. Да. Как завидую. Не приведи Божия. И этот человек еще хочет, чтобы ей дали мать-героиню. Вот это бы все названия ее роликов отправить бы. Туда, куда она просила мать-героиню. Да. И как бы это... Там они разобрали по цитатам. Мать-героиню. Ладно. Все, мои хорошие. На этом я заканчиваю. Всем хорошей погоды. Здоровья. Всего самого лучшего. Возможно, вечером увидимся. Пока-пока.